Пожалуй, нет в Украине региона, который не прославился бы какой-нибудь остроумной коррупционной схемой. Как нет и госкомпании, которая не запомнилась бы журналистам-расследователям каким-нибудь особенно циничным способом увести налево государственные деньги. Но среди тысяч таких примеров есть и по-настоящему выдающиеся. Чего стоит одна только укрзалезнеться. При предыдущем руководстве компании отраслевые эксперты и даже профильный министр инфраструктуры Владимир Амелян оценивали ежегодные потери от коррупции на уровне 10-15 миллиардов гривен. Еще раз, это ежегодные потери. Люди умудряются зарабатывать таким образом буквально горы наличности. Кто эти баловни железных дорог? Напомнит Оксана Григорьева. Анкеры, клеммы под рельсовые прокладки. С помощью этих небольших запчастей для рельсов некоторые прокладывают дорогу к миллиардам. И уступать ее другим не хотят. В 2002-м появляется фирма корпорация КРТ, которая изготавливает эти детали. И тут же становится лидером всех тендерных гонок. Створюется ситуация, за которой участь в тендерах может принять только превалийственные предприятия. Инши, за любых условиях, не должны попасть на тендер. Бажано, чтобы в целом они не выходили на тендер и не засвечивали цены. Корпорацию КРТ связывают с одиозными львовскими олигархами. А сейчас нардепами Ярославом Богданом Дубневичем. С тех пор, как они появились в железнодорожном бизнесе, все ремонтные детали заказывают только у их фирм. К примеру, в 2015 году Укрзалезница объявляет очередной тендер. Сметод 26 миллионов. Механика предлагает в половину меньше, но их в очередной раз игнорируют. Ст создается ситуация, в которой Укрзалезница очень любит одного производителя. За сбегом обставин стало так, что властники этого производителя очень близки к Верховной Раде, а именно с депутатами. Тут неправильно сказать властники, я перепрошу, кинцевые бенефициари. Хотя в последнем тендере, до речи, принимает участие КРТ, где властниками есть связанные особи с народными депутатами, а именно их друзьями. И это четко с единого регистра видно. Это не удивительно, что Ярослав Дубневич в засобах мазовой информации неодноразово заявлял, что предпринимство КРТ им не подпорядковывается. Подобная монополия тормозит реформы и загоняет в минус бюджет Укрзалезницы. За первое полугодие предприятие получило почти 5 миллиардов убытков. В то же время состояние причастных к бизнесу растет. Осенью прошлого года декларация Дубневичей вызвала фурор. Сотни домов, квартиры, земельных участков и горы налички. 715 миллионов гривен на две семьи. О том, что на госмонополии наживаются братья Дубневичи, заявляли и публичные лица. Министр инфраструктуры Амелян неоднократно обличал олигархов. Но вот доказать ему ничего не удалось. В Набу сейчас расследуют около 20 дел по факту коррупции в Укрзалезнице. Среди них есть и касающиеся фирмы КРТ. В начале недели в СМИ появилось сообщение о том, что свидетель по этому делу даже попросил защиты у детективов, поскольку боится за свою жизнь. Эту информацию в Набу нам обещали прокомментировать. Но ответ не дали до сих пор. А вот чтобы поговорить с самими братьями, мы отправились в их особняк возле Львова. И пока правоохранители расследуют тендерные схемы, госпредприятия продолжают действовать. Оксана Григорьева, Реонид Аборин. Подробности недели телеканал Интер.